Узбекистан, возможно, изменит порядок въезда иностранцев после карантина. Как только откроют границы, соседнее государство может ввести систему выдачи виз для иностранцев при наличии документа, подтверждающего отсутствие коронавируса. А пока власть республики поэтапно смягчает карантинные меры. На сегодня в стране зарегистрировано свыше 2500 случаев заражения. 80% заболевших уже выздоровели. Подробности у Жанеса Биркинова. Власть Узбекистана вот уже вторую неделю поэтапно смягчает режим карантина. Автовладельцам разрешили пользоваться личным транспортом. Пока, правда, с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера. Для того, чтобы те могли ездить на работу и обратно. Смягчение карантинных мер коснулось и служб такси. Они могут перевозить пассажиров круглосуточно. Также возобновили работу непродовольственные магазины, парикмахерские, СТО, автомойки. В целом восстановлена деятельность около 60 тысяч предприятий. Однако главный санитарный инспектор страны предупреждает. Из-за большой активности населения, возможно, вторая волна коронавируса. После смягчения карантинных мер на улицах городов стало больше людей. Мы должны опасаться второго эпидемического подъема коронавирусной инфекции. Если это случится из-за нашей очень большой активности, тогда меры будут серьезно ужесточены. Об этом надо всегда помнить. В Узбекистане начала действовать система разделения городов и регионов по уровню опасности распространения COVID-19. Уровни указывают вероятность распространения коронавируса в том или ином населенном пункте. Республиканская специальная комиссия разделила административные территории на зеленые, желтые и красные зоны. Зеленая зона к настоящему времени не имеет заболевших или все заболевшие полностью выздоровели и находятся на реабилитации. В желтую зону входят регионы, где никто не заболел коронавирусом в течение последних 14 дней. Но есть люди с этим заболеванием. А в красную зону вошли регионы, где в последние две недели было диагностировано коронавирусное заболевание. Необходимо отметить, что из-за пандемии в этом году выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн. Министерство народного образования также рассматривает возможности отмены госэкзаменов и в школах. Жасен Баркенов, Коллежа Носпан, Хабар, 24, Ташкент, Узбекистан.